Подскажите, пожалуйста, внучка 13 дней от рождения, второй день после еды, не отрыгивание, а рвота. А как вы отличаете отрыгивание от рвоты? Они практически неразличимы. Доктор посоветовал перед едой давать ребенку 2 капли папавирина и 5 капель навокаина. Слушайте, ну может ребенка тошнить и рвать, ну 13 дней, ну господи. Дайте ему месяц пожить спокойно, без каких-либо серьезных вмешательств. Ну реально. Если температуры нет, если спит нормально, если вес набирает, господи, там может быть все что угодно. Может поносить, может тошнить, может рвать, может еще какие-то варианты возникать. Главное, чтобы это не было прям вот систематически, регулярно и каждый раз при каждом кормлении. Если это иногда возникает, ну это нормально, ребенок только родился, он адаптируется к внешнему миру. Поэтому не надо сильно переживать, надо взять себя в руки и немножечко подождать. И время здесь расставит все на свои места. И не надо, конечно, ну врачу конечно виднее, может быть там реально есть какая-то проблема, и врач сразу увидел. Но если это был просто рекомендация на уровне просто совет, моя бабушка так делала, как бы, и вы тоже так делаете. Тогда, наверное, я бы не стал таким советом пользоваться. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...